Властью данной мне авиакомпании «Вестургавия» объявляю вас первым и вторым пилотом. На самом деле я предполагала и знала, что это не просто управлять самолетом. Но когда нас посадили в настоящую кабину, честно, я так испугалась, потому что это все правда, потому что это все настоящие кнопки, потому что это настоящий штурвал. Ничего не трогай, в идеале не дыши. Сейчас вернусь. Одно из самых сложных локаций в моей карьере, я никогда не думал, это съемки в кабине самолета. Вот в этом тренажере, когда ты в замкнутом пространстве, там очень все непросто. Вот это все здесь, оно создано таким образом, чтобы у тебя все было под рукой. Но сниматься в этих условиях нереально просто, потому что ты зажат вообще со всех сторон. Передаю диспетчеру. Передаю диспетчеру. Все параметры в норме. Можем взлетать. Мы вот с Лешей в замкнутом пространстве находились очень долгое время, и мы учили это все. И мы по-настоящему должны были уметь взлететь, посадить самолет. Это очень тяжело. Бонжур, дамы и господа. С вами говорит капитан воздушного судна Улагин Алексей. Я посадил московский самолет в Москве, в Домодедовом, и сели. Но сели, конечно, это громко сказано. Но я хочу сказать, что этот тренажер, он уникальный, на мой взгляд. В принципе, для меня это вообще впервые. Вот симулятор такого уровня. Ты можешь почувствовать машину, самолет. Ты можешь понять, что ты в твоих руках. Вот эта огромная машина с крыльями, что она летит. И как это устройство самолета, как оно взаимодействует, как оно планирует. И, конечно, круто. Долбанная гидравлика. На съемках мы именно столкнулись с проблемой вот этого руления самолета, шасси, топлива, автопилот. Я-то думала, что как сейчас современные самолеты, Боинге, Аэробусе. Ты сел, нажал кнопку, он полетел. Ничего подобного. Любой взлет, любая посадка делается вручную. Алина, а самолеты кто сажать будет? Ну разберись как-нибудь, ты же у нас инженер. Я сейчас вообще по-другому стал летать самолеты. Я знаю, где точно нельзя. Не надо бояться, вообще не думать ни о чем. Можно расслабиться. А где, а в какой момент точно нужно читать молитву. Я вам не буду рассказывать, чтобы вы спокойно летали и продолжали дальше. Чего? Ты сейчас тебе так пойдет? Как пойдет, так... Хотели показать, что есть жизнь. Что в кабине пилота есть жизнь. И пилот на протяжении 12 часов, летя в Лос-Анджелес, он не сидит за штурвалом и не смотрит вперед. Там есть жизнь. Там есть любовь. Кулагин, чего ты такой невеселый? Между прочим, мы только что с тобой совершили наш первый совместный полет. Это надо отметить. Смотрите, будет весело. Улетный экипаж. С понедельника по четверг в 21.00 на СТС. Субтитры сделал DimaTorzok